Музыка Конюк обыкновенный, хищная птица, которая охотится днём. Своё название получила от слова «конючий», поскольку её голос напоминает кошачье мяуканье. Именно его вы сейчас слышите. Крик конюка можно услышать, если потревожить птицу, подойдя к её гнездовой территории. В этом случае птица покидает гнездо, парит высоко в небе и конючек. Сегодня мы расскажем о паре конюков, которая вот уже несколько лет, в тёплое время года, живёт в Национальном парке Мещерский Рязанской области, а на зиму мигрирует на Юг Азии. Мы уже упоминали об этой семье конюков в фильме о бородатой неясыте. Именно гнездо этой пары в 2014 году заняла сова, и конюкам пришлось строить себе новое, о котором и пойдёт речь в нашем фильме. Находится оно, как и прежнее, на сосне, на высоте 15 метров над землёй, и к нему очень сложно подобраться. Но орнитологи приложили максимум усилий, чтобы снять уникальные кадры, которые мы с вами сегодня увидим. А увидим мы, как самец приносит добычу, как самка кормит маленьких птенчиков, как немного подросшие птенцы заглатывают целиком гадюку, ящерицу, полюку, как семейство поддерживает чистоту и порядок везде, как ласково подросшие дети относятся друг к другу, и, наконец, как они разминают крылышки и готовятся к первому полёту. Перед нами гнездо кунюка. Несмотря на свои размеры, кунюки очень осторожные птицы. При появлении человека они сразу незаметно покидают гнездо и не возвращаются в него иногда целый час после того, как человек не уйдёт. Поэтому увидеть, что происходит в гнезде, мы можем только одним единственным способом. Найти по соседству с гнездом подходящее дерево, поставить туда видеокамеру, которая может работать несколько часов, а самим пока уйти. Как и в случае с бородатой неясытью, Антон Барановский, рискуя жизнью, провёл многочасовое наблюдение, устанавливая несколько раз камеру на соседнем дереве на высоте 15 метров над землёй. Таким образом, мы сегодня имеем возможность заглянуть в скрытую от людских глаз жизнь этих удивительных птиц и увидеть то, что до этого в таких подробностях ещё не снимал никто. Съёмка проводилась летом 2015 года. В начале июня у нашей пары вывелось два прелестных птенца. На момент первой съёмки им было уже около недели. Такие очаровательные создания. Сейчас у малышей будет обед. На первое сегодня птенец кулика, вернее то, что от него осталось. Пока дети маленькие, мать кормит их, разрывая добычу на мелкие кусочки. Если попадается кусок побольше, проглатывает сама. Мать хорошо видит, кто из детей более голоден и отдаёт пищу тому. Однако второму птенцу стало обидно, что всё достаётся не ему. Он попытался отнять кусочек. Но координация движения в этом возрасте ещё не очень уверенная. Поэтому он промазал и случайно клюнул братика. В ответ мать предложила кусочек и ему. На второе у птенцов рыжая гадюка. Сначала мать должна попробовать сама, чтобы убедиться в её кондиции. Ведь гадюка уже давненько лежит в гнезде. Если мать роняет кусочек пищи, то немедленно подбирает. В гнезде должно быть чисто во избежание всяческих инфекций. Вообще, в конюке очень чистоплотные птицы. В гнезде всегда лежат зелёные веточки с листьями. Их специально приносят взрослые птицы. И накрывают ими несъеденные остатки добычи. Чтобы птенцы на них не лежали. Кроме того, эти веточки выделяют витонциды. И таким образом спасают от паразитов, мух и микробов. В целях поддержания чистоты птенцы, даже совсем крошечные, испражняются за край гнезда. Отец принёс когтях новую добычу и оставил на краю гнезда. Сейчас будет очередное кормление. На этот раз птенцы будут лакомиться полёбкой. Субтитры подогнал «Симон» Пока дети маленькие, мать всё время рядом. Если улетает, то совсем ненадолго. Из-за жары не сидит в гнезде, а стоит на его краю или рядом с ним. Возле гнезда на одной и той же ветке часто сидела пеночка-трещотка. Она жила прямо под этим деревом и тут кормилась. Подлетая близко к гнезду конюка, она всякий раз издавала сигнал тревоги, протяжные свисты. Но опасалась пеночка не за себя, а за своих детей. Ведь конюк взрослую птичку поймать не может, да и гнездо вряд ли обнаружит. Но может напасть на птенцу, которая недавно покинули гнездо. Вообще, несмотря на то, что для гнездования конюкам необходим лес, охотятся они только на открытых местах. Любимой пищей конюка являются мышевидные грызуны, суслики, ящерицы, змеи. Птенцы мелких птиц составляют лишь второстепенную роль в его рационе. Конюк буквально не шевельнул крылом, парит на восходящих потоках воздуха и с большой высоты высматривает свою добычу. Вторая съемка проводилась, когда птенцам было две с половиной недели. Они заметно подросли. Мать теперь уже не сидела с ними, а вместе с отцом охотилась и приносила детям добычу. Камера запечатлела момент, как взрослый конюк принес полную живую рыжую гадюку. Один из птенцов от радости задергал крылышками и сразу принялся ее есть. Но это оказалось сделать нелегко, ведь длина гадюки около 40 сантиметров. В этом возрасте птенцы еще не умеют разрывать пищу на кусочки и пытаются заглотнуть ее целиком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Долго птенцы по очереди возились с рептилией. Наконец, одному из них удалось ее съесть. С завистью смотрел второй птенец на счастливчика. Надо сказать, что когда один из птенцов возится с какой-то добычей, второй никогда ему не мешает. В этот день птенцы проглотили целиком еще ящерицу и полевку. И с той, и с другой предварительно долго возились. Вообще, недостатков пищи у них никогда не было. В гнезде всегда лежало много еды, прикрытой зелеными листиками. Когда кто-то из птенцов изъявлял желание, подходил и ел. Субтитры создавал DimaTorzok Последняя съемка проводилась, когда птенцам было около месяца. Они уже стали совсем большими и научились разрывать пищу на кусочки, придавив ее когтями к гнезду. Теперь отпала необходимость заглатывать рептилии целиком. Камера сняла, как общаются подросшие птенцы. Поражает их нежное отношение друг к другу. Причем такие моменты в этот день были зафиксированы неоднократно. Родителей с добычей они каждый раз встречали восторженными криками и радостной вознью. Приходит на ум сравнение с человеческими детьми, которые искренне радуются вкусному гостинцу. А вот и подготовка к первому полету. Засиделись уже птенцы в гнезде. Через 10 дней они его покинут, но будут опекаться родителями еще до осени. На этом краткий обзор жизни коньяков мы заканчиваем. Если у кого-то появилось желание увидеть более подробно, что происходило в гнезде этих удивительных птиц, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте, адрес которой указан под видео. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok